друзья мои всем привет очень рада видеть вас сегодня на своем канале с вами ольга придухина сегодня мы с вами давайте разберем очень непростую тему а именно тема аденомы предстательной железы как же можно на нее воздействовать как же можно ее вылечить возможно ли это и соответственно избежать операции поэтому друзья мои обязательно если есть у вас вопрос пишите в комментариях также если вы еще не подписаны на мой канал я вас приглашаю подписываться делитесь ваше мнение в комментариях задавайте интересующие вас вопросы и мы с вами их будем разбирать следующих видео похожих вопросов было много поэтому для вас я подготовила это видео вы меня спросите вот как вы относитесь к теме вообще аденомы предстательной железы есть прекрасные любимые женщины которые ко мне приходят и часто как раз жалуются на то что у мужчины есть определенные проблемы мужчина боится идти к врачу ему стыдно у него нет времени мы же все знаем прекрасно наших дорогих и любимых мужчин да то есть действительно поход к врачу у многих мужчин вызывает вот прямо огромное количество всяких неприятностей комплексов страхов и так далее то есть если у женщины но и у женщин безусловно той же женщины как-то больше настроены прошу прощения на поход и до похожие врачу поэтому когда ко мне приходит женщина я обычно извиняюсь соответственно мы с ней обсуждаем абсолютно разные вопросы в том числе и мужского здоровья поэтому за это время поверьте уже было много разных случаев и сегодня мы с вами об этом поговорим соответственно предстательная железа это гормон зависимая железа безусловно и зависит от тестостерона нам то есть тестостерон активно влияет на предстательную железу то есть входит в вообще вот в такой очень важный гормон который влияет на мужскую половую систему да на выработку сперматозоидов соответственно на все части в мужской половой системы до органы поэтому друзья мои когда случается проблема с аденомой предстательной железы у мужчины появляются проблемы с мочеиспусканием это частое мочеиспускание это позывы к мочеиспусканию так как именно предстательная железа она увеличивается в объемах она разрастается и давит на мочевой пузырь поэтому действительно такая проблема есть и для мужчины поскольку мочеиспускание у нас происходит несколько раз в день для мужчины это определенная проблема то есть здесь уже понятно что мужчина часто не думает про то что как же мне там не потерять потенцию да не потерять эрекцию то есть в основная проблема эта проблема с мочеиспусканием да у многих в этом возрасте бывает активная половая жизнь это уже такой вот следующий до вопрос про который мы сегодня будем говорить но в целом в целом до основная проблема эта проблема с мочеиспусканием безусловно на сегодняшний день существуют препараты которые блокируют до соответственно воздействие который оказывается вот на на предстательной железе на разрастание и улучшают вообще проблемы с мочеиспусканием и поэтому мужчина может сбежать операции поэтому это не реклама препаратов до соответственно здесь я бы порекомендовала безусловно если есть проблема сходить урологу андрологу обследоваться как как следует и уже выбрать тот метод лечения который подходит это может быть оперативное лечение это может быть медикаментозное лечение но медикаментозное лечение существует я вам сегодня скажу препараты которые хорошо активно влияют на уменьшение уменьшение именно аденомы предстательной железы и улучшают качество жизни то есть это мочеиспускание дам становится намного лучше но это все может за собой повлечь побочные эффекты то есть безусловно когда мы лечим что-то одно что-то другое может немножко страдать и как врачи все как я как врач должна вас предупредить что побочных эффектов действительно прошу прощения у подобного лечения много поэтому какие же бывают побочные эффекты что у мужчин увеличиваются молочные железы то есть начинается рост молочных желез может снижаться значительно либидо и как следствие наступать проблемы с потенцией то есть эрактильная дисфункция но плюс в том что действительно у мужчина будет себя лучше чувствовать у него будут лучше мочеиспускание у него не будет вот этих частых позывов у него не будет болевых ощущений поэтому если мужчина не живет активной сексуальной жизнью и здесь врач безусловно должен спросить какая проблеживаете вы сексуальной жизни у вас только проблема в том сейчас что вы сексуальной жизни не живете но у вас беспокоит проблемы частых позывов мочеиспускания тогда здесь есть существуют препараты да то есть фенастерит авадарт соответственно которые очень хорошо влияют на соответственно уменьшение аденомы предстательной железы и расслабляют шейку мочевого пузыря соответственно для того чтобы хорошо происходило мочеиспускание не было каких-либо болезненных ощущений но влекут за собой вот такие определенные последствия плюс ко всему здесь надо следить безусловно не принимать этот препарат без контроля обязательно нужно наблюдаться далее и получить рекомендацию врача потому что у вас у всех мужчин могут быть абсолютно разные случаи абсолютно разные запросы и часто как раз ко мне приходят женщины с тем что мужчина отказ от половой жизни до что делать там на операцию лечь не ложится не хочет тогда это будут препараты уже другой группы но которые также могут за собой нести определенные побочные воздействия поэтому друзья мои если такая проблема есть препараты существуют нужно подобрать препарат который подойдет именно вам который именно вам поможет да и будет закрывать те жалобы которые у вас есть но для этого нужно пройти хорошее комплексное обследование и безусловно уже подобрать тот метод лечения который подойдет именно вам друзья мои если у вас остались вопросы обязательно пишите их комментариях если вам понравилось это видео ставьте лайки не забывайте подписываться на мой канал и мы с вами очень скоро встретимся следующих видео всех обнимаю целую желаю чтобы ваше мужское здоровье всегда было на высоте всем пока пока и до скорых встреч